Добрый вечер всем, с вами видеорадио Алекса Соловьева. Сейчас мы поиграем немножко лайв-музыки с Костей. У нас сегодня специальный гость, а позже будет много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И снова здравствуйте! С вами видеорадио Алекса Соловьёва и специальный гость модельер Элиноу. Добрый вечер, дорогие друзья! Хочу сразу тебе задать три вопроса, и после этого мы поговорим о моде. Что ты думаешь о новом времени после карантина? И я знаю, что ты работала и в карантин, у тебя было много работы, и слышал, что у тебя много было дизайнерских масок. Да, время сейчас великолепное, прекраснейшее. Масок мы шили очень много. Это были фэшн-повязки, очень интересные. Какая твоя любимая была? Моя любимая прозрачная из латекса, с чёрной слезой из агата. Ну, а сейчас как работа? Меньше стало, больше... Слава богу, сейчас все проснулись уже. Вопрос. Какую музыку ты любишь? Второй вопрос. Я люблю эсси джаз. А вот если по-честному и глобальнее, то есть какую ты слушаешь музыку, допустим, на работе, когда ты создаёшь изделие, либо дома, когда отдыхаешь, что ты чаще всего выбираешь? Ну, на работе мы слушаем разную музыку. Мы вдохновляемся ею, чтобы создавать прекрасные вещи. А дома я не слушаю музыку. Вот я тоже, кстати, очень редко слушаю музыку, чаще занимаюсь. Но если на работе, допустим, у вас идёт движняк, самый разгар пика, как его можно слушать? Если мы, например, шьём партию, мы слушаем техно или транс. Если мы шьём свадебное платье, мы шьём или что-нибудь другое, мы слушаем эсси джа. Прекрасно. И третий вопрос. Как бы ты охарактеризовала стиль 50-х, 60-х? Именно про джаз, блюз мы будем говорить. Ну, это широкие плечи, красивая форма. В принципе, ничего не изменилось с тех пор. Ну, новое введение, как минимум, кроссовки. Ну, только кроссовки, да. А всё остальное осталось. Оверсайз пиджак, рубашки красивые. Только раньше они заправлялись, а сейчас они на пуск носятся. Ну, ты бы хотела что-то изменить именно, вот чего-то добавить, чего-то не хватает в этом стиле? Потому что музыка развивается, и если дальше это будет развиваться, то как бы ты это изменила? Ну, я хотела бы, конечно, чтобы было больше цвета, потому что всё чёрно-белое у нас сейчас. Конечно, и в те годы тоже гангстеры ходили чёрно-белые. Да, как и сейчас, в общем. Вот я задал тебе три вопроса, теперь твоя очередь. Какой-нибудь один. Какой пиджак твоей мечты? Какого он цвета и формы? Так, про мою одежду ты меня переделал как раз на один вопрос. Я хотел тебя спросить, как бы ты меня одела, ты слышала мою музыку, мои выступления? Мне было бы интересно, что ты ответишь на это, и я сразу отвечу на твой вопрос. Я люблю джинсы, пиджаки, кроссовки, футболки с надписями, чтобы можно было там бренды, и это красиво смотрится. И чаще одеваю джинсы. Но бывают концерты ответственные, я одеваю тогда смокинг, либо брюки-рубашка. А по пиджакам... На самом деле мне нравятся пиджаки такие арт, чтобы были рюшечки. Рюшечки? Правда? Ну, сейчас я тебе покажу. Можно пиджак? Вот. Ого! Это дизайнерский пиджак от Андрея Леонтьева, от моего педагога по вокалу. Смотрите, какие махромишечки, какая шикарная. Я заценила, круто. Вот. Это вот по поводу одежды. А как ты видишь? Я бы сшила тебе костюм из кашемира, холодно-серо-голубого цвета. Костюм это, то есть... В клетку. А рубашка там... Рубашка тоже там... Всё в одном цвете? Нет-нет-нет. Только жакет в клетку, красивая рубашка молочного цвета. А рубашка зауженная или широкая? Зауженная. Угу. Слим. Модненькая. Мы анти-оверсайз. Отлично. Надеюсь, когда-нибудь я это увижу. Восприятие формы и восприятие цвета. Это достаточно сложный и необычный вопрос. Я попробую его описать. Я вот, например, двоечник в сальфеджио. И чаще всего музыка ко мне приходит цветовыми пятнами, либо ощущениями, которые передать словами достаточно сложно. Но я знаю, что музыканты, которые хорошо изучали сальфеджио и пятёрошники, они мыслят как раз формами. И вопрос к тебе. Когда ты создаёшь одежду, тебе приходит в голову форма или цвет? И форма, и цвет вместе. Прямо вот я вижу образ уже в форме определённой, определённого цвета. Но это же случилось позже изначально. Как у тебя было? Я всегда так воспринимала. И форму, и цвет вместе. Уметь правильно мыслить и цветом, и формой сразу — это один из самых сложных моментов восприятия. То есть к этому прийти достаточно сложно. Это должно быть от природы. Поэтому я очень рад, что ты такой человек. И что есть возможность с тобой общаться. И ты, на самом деле, первая на моём видеораде. И я очень рад, что это ты. Мне очень приятно. И я очень рад, что это ты, на самом деле. И ты, на самом деле, первая на моём видеораде. И ты, на самом деле, первая на моём видеораде. И ты, на самом деле, первая на моём видеораде. И ты, на самом деле, первая на моём видеораде. И ты, на самом деле, первая на моём видеораде. КОНЕЦ Спасибо. С вами видеорадио Алекса Соловьева. Спасибо, что вы с нами. У нас в гостях Элленом. Мы говорим о русской моде и не только. И, конечно же, о музыке. Мы всегда говорим о музыке, даже если говорим о моде. Я хотел тебя спросить, ты когда-нибудь хотела выйти из профессии? Никогда. Даже ни на секундочку вообще не думала об этом. Я фанат. Ну, у тебя были идеи какие-нибудь? Чем бы ты еще занималась, если бы... Ничем. Если бы не этим, значит, ничем. Ну, ты же еще что-то любишь? Нет, люблю только создавать одежду, производить. Творить. Но художником ты бы не была. Нет. Не, я была бы, конечно. Ну, или музыкантом, допустим. Была бы. То есть музыкантом. Ладно. Музыканты, да, это самая интересная, мне кажется, профессия. И бесконечная. Я бы хотела играть на саксофоне. Самый запоминающийся момент в жизни. Закрой глаза и представь. И скажи, что первое придет в колу. Это когда солнце садится в море, отражаясь там, искрится. Море. То есть ты вспомнила какой-то момент. И солнце. Нет, нет. Море и солнце. Что может быть красивее? Ну, ты же вспоминаешь по ощущениям свой момент из жизни, правильно? Да. Отлично. Всегда надо вспоминать самый любимый момент. Я всем очень желаю этого, потому что ваше настроение меняется. Как только чувствуете, что загрустили, попробуйте вспомнить, что было яркое. Я недавно так вспомнил о результатах учеников, мы занимались. И я очень обрадовался внутри, и все, у меня плохое настроение сразу ушло. Я знаю, что ты создаешь эксклюзивные изделия. И какой твой самый любимый проект, и в чем его эксклюзивность? Ну, самое запоминающееся, мы шили ребятам светодиодные костюмы. Они везли Олимпийский огонь через всю страну. От Владивостока до Сочи. Вот. И они выступали при температуре минус 30 градусов, например. Вот. Они, костюмы эти, программировались под трек. Я играла. Да, да. И шапки такие со светодиодами тоже очень крутые. Есть где посмотреть это? Да. Отлично. Это проект для Кока-Колы был. Прекрасно. И еще какой-нибудь проект вспомнишь? Ну, много всего разного было. Ну, самое-то яркое. Например, самое крутое впечатление, когда мы шили 250 единиц за двое с половиной суток, троем. Это было очень круто. А что шили? Шили костюмы. Мы на Красной площади, с Красной площади шли, был парад институтов разных, университетов. И все вышли, были разные группы, и танцевальные, и такие. Вот мы шили для них классные изделия. Прекрасно. Прекрасно, когда можно спрашивать у человека вопросы, которые ему поднимают настроение. Тебе нравится у нас на видеораде? Очень. Прекрасно. И не забывайте подписываться, писать комментарии, если у кого какие вопросы сегодня. Я пока не вижу ни одного. Вы спрашиваете. Очень всех вас рад видеть. Что тебе не нравилось в твоем образовании? Серьезный вопрос, очень серьезный вопрос. Мне кажется, что детям надо давать больше творческих каких-то историй. И музыкальное образование обязательно для детей. Живопись обязательно. И русская литература, конечно, и математика. Ну и больше ничего не надо, я так думаю. Но самое главное, да, давать им возможность открывать себя. Ну физику, конечно. Открывать себя. Да, не останавливать их, если они хотят творить. Творческий потенциал. Редко бывает. Ладно, это чуть-чуть не о том вопрос был, но это не так важно. Намного интереснее получилось. У тебя есть ко мне вопрос? Да. А что бы ты хотел, чтобы я тебе шила, например, крутой какой-нибудь, крутой костюм там или что-нибудь другое? Ну, я сейчас задумаюсь. Или, может быть... Я бы, конечно, хотел тот пиджак. Тот костюм, который ты говорила. Из костюм мира. Да, я бы хотел на это посмотреть. Хорошо, мы сделаем. Еще я думал всегда о том, чтобы у меня был твидовый костюм. О, это круто, да, классика. Вот это из блюза тоже, я редко это видел, но мне нравится. Черно-белый? Крупчик? Да, и мне кажется, вот красное дерево, цвет самый подходящий к той музыке, которую я играю. Вот как раз на том пиджаке тоже млюшечки были около того. Сделаем. Отлично. Эллином всегда практически занята, но для своих она находит время. Это прекрасно. Таких людей надо ценить. Что бы ты хотела сказать людям, если бы тебя слушали в прямой трансляции весь мир? Любите друг друга. Просто искренне любите. Так, коротко? Да. Просто любите друг друга, и все. Какими уловками, по-английски лайфхаками, ты можешь поделиться полезными для здоровья, ума, тела и простыми в исполнении? Да, ну вот мы, например, ежедневно пьем зеленый коктейль. Это петрушка, яблоко, банан, ложка кунжута и... Мёд. Мёд. Да, ложка мёда. Всё это в блендере сбивается, и муа, вообще просто... Ну, Эллина мне сказала, что надо чуть-чуть добавить воды. Немножечко совсем. Просто добавь воды, немножко. Да, это невероятно. А я бы от себя добавил, что пейте воду. Просто пейте воду. С утра встали, выпейте побольше, маленькими глотками, чувствуйте её вкус. И чем больше вы пьёте воды, тем лучше. 2,5-3, 3,5 литра – это очень хорошо, по-другому начинает организм работать. Пиджак с карманами. Я думаю, нет, чтобы они не оттопыривались. Должен быть пиджак сценический. Воды минеральной. Я пью здоровую воду. Это просто вода самая обычная, но она с правильными микроэлементами. Как у вас много сообщений, я так рад вас всех видеть. Спасибо, что с нами. С вами видеорадио Алекса Соловьёва, Эльном. Надеюсь, мы её ещё увидим, и, наверное, уже не в следующий четверг, но через четверг. И Эльном обещала привезти гостей. Да. До скорой встречи, друзья. А сейчас рекламная пауза. Играйте на губных гармошках Honor, потому что у них самый лучший звук. И на них самое главное – приятно играть. Они отзываются, что достаточно редко с инструментами. Как, например, гитарами. Дорогие гитары лучше отзываются. С вами видеорадио Алекса Соловьёва. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир. Спасибо, Эльном. Обращайтесь по поводу музыки и не только. И ждём вас скоро. Играйте на губных гармошках. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 всем хорошего настроения мы ждем мы вас ждем в эту субботу будет прямой эфир занятия с моей новой бандой и вы можете принять участие и наверное будет много всего интересного рассказано поэтому не забывайте пишите подписывайтесь на мой канал с вами был видео радио алекса соловьева мы ждем вас снова мы вас тоже очень любим спасибо вам за эти слова доброго вечера и